Разрыв между стоимостью квадрата на котловании и готового сокращается, пишет федеральный коммерсант. В Москве первичное жилье на начальном этапе реализации в среднем предлагается почти на 16% дешевле, чем в домах, введенных в эксплуатацию. Но тренд прослеживается не во всех классах. Заметна ли тенденция в нашем регионе? Обсудим с Екатериной Владыкиной, основателем и директором компании кредитно-страховой брокер «Эксперт» и агентством недвижимости «Эксперт Реалти». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сколько сейчас составляет разрыв между стоимостью квадрата в Перми и в Пермском крае на котловане и готового жилья? Сейчас в среднем разрыв стоимости между котлованом и готовым жильем составляет 10%. Если мы будем наблюдать тенденцию предыдущего года, возьмем 2023 год, то в 2023 году разрыв разницы в квадратном метре составлял более 25%. Соответственно, тенденция идет на спад. То есть, получается, мы наоборот видим, что в ближайшей перспективе как может этот тренд измениться? Есть ли у вас какой-то внутренний прогноз, на который вы ориентируете? Прогноз такой, что сейчас разрыв между стоимостью квадратного метра на котловане и стоимостью готового жилья будет сокращаться. На все это повлияли некоторые факторы. В первую очередь, в начале года, как мы все знаем, банки, крупные банки ввели комиссию застройщиков. Тем самым, составили трудности в реализации объектов. Застройщик должен платить комиссию банков. Тем самым, он увеличивал стоимость квадратного метра на рынке. Также повлияло на увеличение квадратного метра непосредственно рост цен на строительные материалы, увеличение заработной платы работникам. Все это привело к удорожанию. То есть, в будущей перспективе все-таки адаптация не произойдет и дальше будет также расти вот эта цена? Я думаю, что в будущей перспективе все равно разрыв составит в районе 20%, потому что субсидии банки, я думаю, что будут убирать. Как складываются тенденции на сегодняшний день, крупные банки стали более лояльнее к застройщикам. И иногда, для не всех клиентов, они отменяют данное субсидирование. Тем самым, дают возможность приобретать квартиру в новостройке без удорожания. Что касается сегментов, вот федеральные эксперты говорят, что тренд этот не во всех классах прослеживается. То есть, эконом-премиум здесь есть все-таки разница? Да, прежде всего, менее ощутима данная тенденция на сегменте экономик-комфорт-класс. А бизнес-класс, к сожалению, у нас не пострадал. Или, к счастью. Почему так? Спрос на недвижимость в бизнес-сегменте, он был, есть и остается. И, безусловно, на нем меньше конкуренции. И, соответственно, застройщики тем самым этим пользуются. Как в случае, если вот сейчас такая тенденция заметна, в разрыве между стоимостью квадратного котлования и в готовом здании, как может измениться спрос? Все-таки люди, вот как вы замечаете сейчас, на каком этапе более готовы приобретать жилье? Спрос рождает предложение. В любом случае, любой человек раз в жизни заинтересован, и у него есть необходимость приобрести жилье. Поэтому люди будут приобретать недвижимость. Застройщики, они за конкурентную борьбу в любом случае будут производить акции. Сейчас мы видим на рынке возврат ипотеки под 0,01%. Соответственно, будут разные условия меняться. Тем самым застройщики будут привлекать нас, увеличивать офис продаж, привлекать агентов, чтобы мы предлагали те или иные объекты. Тем самым увеличивая чек и спрос на данное жилье. А вот на ваш взгляд, как все-таки сейчас выгоднее людям покупать на котловане, именно на этапе котлована или готовое жилье? Может быть, вы какую-то рекомендацию дадите, на что обратить внимание? Или все очень индивидуально? На самом деле, тут сейчас тенденция прослеживается, что человек, мы все платим ипотеки, мало кто берет за наличные деньги. И, соответственно, тут идет уже момент такой, что человек обращает на размер среднемесячного платежа по ипотеке. Если застройщики на этапе котлована могут предложить акцию, тем самым снизить данный процент, то людям, соответственно, выгоднее покупать на этапе котлована. Тем самым комфортно может платить аренду, проживать в своей квартире и платить комфортный для него платеж. И когда дом сдается, уже платеж становится по стандартной ставке. То есть все-таки ориентируется не на сегмент и не на этап, а на именно комфортный ежемесячный платеж для себя. Как вы думаете, вот эта тенденция сохранится или все-таки будет переориентация в ближайшей перспективе? Вот сейчас Центробанк пока удерживает ставку, вы говорите, что акции застройщики стараются вводить. Как эти отношения будут развиваться? Все-таки будет ли рынок немножко мягче? Ну сейчас, если честно, такие качели у нас на опыте вводят акции, закрывают акции, снова лимит, закончился лимит, ввели новый лимит. Тут, я думаю, что рынок стабилизируется, когда все-таки Центробанк уравняет разрыв между субсидированными ипотеками и обычными ипотеками на вторичный рынок. Сейчас Центробанк закрывает программу льготной ипотеки, мы знаем, это июнь 2024 года. Но семейную ипотеку они оставили. Поэтому я думаю, что ставка будет снижаться, безусловно, она должна снизиться. И тем самым спрос на жилье будет все расти и расти. А сейчас единственная, наверное, верная стратегия – это адаптироваться к постоянно меняющимся вот этим условиям. Это точно. Спасибо большое за это интервью. Напомню, что о сокращении разрыва между стоимостью квадрата дома на котловании готового здания в регионе мы говорили с Екатериной Владыкиной, основателем и директором компании «Кредитно-страховой брокер-эксперт» и агентством недвижимости «Эксперт Риэлти». Благодарю вас за это интервью. Спасибо.